Продолжение следует... 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 Поэтому Sci-Hub, когда появился в 2011 году, стал революционным проектом, который эту систему сломал. У меня действительно есть много отзывов от людей, которые занимаются наукой, и они пишут, что, например, без этого написание диссертации было бы невозможно, или без этого научная работа была бы невозможной. Я пытаюсь как-то расширить людей, чтобы они открыто выступали и протестовали против системы. Тогда не отвечали многие, а тогда меня с работы уволят. Так, ну, собственно, в этом выступлении я хотела просто рассказать о каких-то интересных моментах, с которыми я столкнулась в этом проекте. И вот их как-то вот, может быть, их можно как-то вот осмыслить с феминистской точки зрения. Ну, то есть, именно как-то сфокусироваться больше на феминизме. Так, ну вот, первое. Собственно, когда, ну вот, когда, как бы все время, вот, да, я, в принципе, здесь получается, ну, единственное, то есть, хоть СЭК, по-моему, это содержит, там, 70 миллионов научных статей и т.д., да, и, там, вот, миллионы пользователей, на самом деле, он, как бы, не похож на какие-то вот проекты-гиганты типа Фейсбука, в том смысле, что, ну, здесь нету вот какой-то такой вот команды, там, большой программистов, вот, которые все это поддерживают. Ну, фактически, тут единственный вот программист-разработчик – это я. Вот. И я столкнулась с тем, что для многих людей эта картина совершенно другая. Ну, то есть, астрекали постоянно даже не только вот просто вот люди, да, но и, например, каких-то серьезных СМИ писали, да, что вот, например, российские там хакеры или там российские пираты некие вот создали этот сайт. То есть, во множественном числе, ну, естественно, рисуется у человека картинка, что это какие-то мужчины. Или, например, я получала благодарности вот в своей группе, ну, ВКонтакте, которая посвящена этому проекту, да, «Спасибо, ребята!» Когда я отвечала, что, ну, как бы, я тут вообще-то один программист, да, а мне говорят, ой, неужели вот такой проект, он держится на хрупких женских плечах? Вот. И, то есть, как бы, в массовом сознании сложился такой вот устойчивый образ, как бы, людей, которые могут делать прорывные проекты. И, соответственно, вот какая-то там, допустим, девушка 22 лет, она, как бы, этому образу она, в принципе, не соответствует. И получался вот такой вот какой-то разрыв шаблона. Ну, может кто-то сказать. Ну, вроде это подумаешь, как бы, ну, если люди не знают, допустим, кто-то, ну, могут подумать, что это вот какие-то ребята, ну, ну, журналисты не знали, ну, и написали вот так вот, что тут такого, да? Ну, чтобы понять, что, например, вот представьте, есть такая известная писательница Джона Молин, которая написала Гарри Поттера. Вот, представьте, если бы они это писали, что это не она, а она, а, например, какие-то английские писатели, вот, авторы Гарри Поттера, да? То есть, это, конечно, ну, то есть, совершенно уже иная, получается, картина реальности. Так. А когда бы, если бы, например, все-таки выяснилось, да, что это все-таки Джон Роллинг, то начали бы искать. А у кого Джон Роллинг вообще позаимствовала идею писала Гарри Поттера? Или там, вот. Ну, что-то такое. Ну, такое, на самом деле, вот, происходило со Сайхабом. Так. Сейчас. Ага. Вот. Ну, тут, нужно рассказать, вот, в 2013 году, а, да, Сайхабом в Вечеринске, в 2013 году в Соединенных Штатах Америки произошла трагедия. То есть, как бы, ну, предположительно, суицид повесился в своей квартире такой молодой человек, вот, по имени Аарон Шварц. Ну, собственно, что этому предшествовало, он попытался, да, предпринял, точнее, попытку, как бы, скачать несколько миллионов научных статей с сайта G-Store, да, ну, скорее всего, с тем, чтобы выложить их в открытый доступ куда-нибудь, там, на торрент и так далее. Ну, там не получилось, то есть, G-Store заметил вот это вот скачивание, заблокировал MIT, где располагался компьютер, вот, Ана Шварца, и, собственно, по-моему, поарестовала, ну, секретарь полиции или ФБР, да, в общем, это где-то, получается, случилось в 2010 году, это дело вот как-то тянулось, да, и в итоге вот его в январе 2013 нашли вот, что он повесился, вот. И, так, ну, и в результате там произошел некий такой вот общественный взрыв, то есть везде в Америке стали говорить о том, что вот там доступ к научным статьям должен быть открытым, да, ну, вот, что эту проблему даты решать, ну, и Ана Шварц, соответственно, стал, да, неким там символом, национальным героем, вот. И, а при этом он, СЭХЭП, он в 2011 году, он где-то уже вот существовал, и он при этом уже получил некое, ну, как бы, признание, ну, по крайней мере, в российском, то есть в локальном научном сообществе, да, то есть он вот работал и открывал доступ к этим статьям, но о нем это, как бы, не упоминалось нигде вообще, ни в одном там СМИ, да, то есть вот такая вот ситуация шла вот параллельно, как бы, вот, про это гремело везде, а про СЭХЭП он его работает, про это не понимает нигде, так. Ну, соответственно, когда в 2016 году про СЭХЭП, в конце концов, там, после где-то пяти лет молчания написала крупная американская СМИ, и произошел тоже какой-то вот взрыв интереса, и после этого, ну, мне начали разные журналисты писать, завалили просто почту, ну, ящик своими запросами, то есть вот пять лет, как бы, проект существовал, никому не надо было, потом внезапно, да, ну, пошли вот постоянные-постоянные запросы, вот после того, как про это написала одно крупное СМИ, вот, и, так, и, соответственно, так, да, даже сразу вспомнили вот эту вот историю Аарона Шварца, и тогда меня начали спрашивать, ну, а как вот эта ваша вот работа, она базируется на работе Аарона Шварца, то есть, ну, в их сознании она сложилась тоже, очень отчетливая картинка, что вот он первый был, а я, как бы, так просто вот последователь, ну, и даже статья вышла заголовком, что последователь Аарона Шварца, там, ну, какие-то там статьи сделаны доступными, вот, и, ну, это действительно так высоко, вот, как бы, и при этом, да, как бы, ну, как-то вот уникальность, и как бы, проект, она вот этим вот, она была полностью перечеркнута, то есть, если еще сказать, что, ну, действительно, там, между Аароном Шварцем и, ну, если сходство в том, что мы там, ну, оба верим в идею того, что там доступ к научной литературе там должен быть открытым, да, и что этого нужно достигать даже какими-то радикальными методами, да, ну, ну, на этом, как бы, собственно, сходство заканчивается, то есть, если искать какие-то идеологические сходства, то, в принципе, можно даже вот взять такого вот христианского космиста, там, Федорова, вот, который жил в XIX веке, и можно вот узнать, что он тоже, как бы, призывал к библиотечной реформе, да, чтобы объединить все библиотеки, и чтобы любой человек мог получать доступ к знаниям. Так, и, так, это, соответственно, XIX век, есть, например, начало XX века, то есть американский социолог Роперт Мертон, он высказывал идею о том, что, ну, вот, коммунизм – это одна из, один из основных, как бы, столбов научного ЭТОСа, вот. И если там брать ближе к нашему времени, то в 95-й год это появление, там, допустим, такого проекта, как «Архивы», и даже, ну, в журнале «Таймс» появилась статья о том, что вот эта система научных издательств, она закрывает доступ к научной литературе, и что, собственно, она вредит науке, и вот «Архив» – это вот такой проект, чтобы с этой системой бороться. Потом, в 2002 году была Будапештская инициатива открытого доступа, ну, то есть эта вот тема, она действительно очень активно развивалась, да, и, ну, Арен Шварцен где-то опубликовал вот свой манифест, в котором призывал программить систему где-то в 2008 году. Ну, то есть, вот, как бы, ну, здесь нельзя сказать, что вот, как бы, он вот был первооткрывателем вот этой идеи, хотя именно так вот это и подавалось для общественного мнения. И так, вот. А, да, еще вот недавняя статья в МИТ вышла, ну, то есть, нет, не в МИТ, а вышла в интернете, да, я написал про тестили за МИТ. Вот совсем недавно он высказался, что Долбакян сделала то, что не смог сделать Арон Шварц. Ну, то есть, да, еще подавалось с такой точки зрения, что вот этот парень хотел то же самое сделать, да, но вот ему не дали, вот, ну, там, арестовали и прочее, и вот это вот сделала я. Ну, это вот совершенно абсолютно, как бы, тоже искаженная картина реальности, потому что, ну, объясни, как бы, то есть, это, получается, в 2004 году еще, еще в 2004 году я написала вот такой вот скрипт, да, небольшой на ПХП, который скачивал вот из платного доступа, ну, то есть из закрытого доступа книги с сайта МИТ как НЕТ. Тоже похоже на Сайкап, но на самом деле алгоритм совершенно другой. Или вот, например, в 2009 году я скачала, как бы, подшивку журнала Nature, ну, по-моему, это было Nature Neuroscience, и выложила их, ну, то есть загрузила их на такой вот книжный сайт пиратский, как Avacus Home, то есть, ну, скачала и выложила свободный доступ. Так. И в 2011 году уже, соответственно, появился сайкап. То есть, если проводить какие-то, если даже и проводить какие-то вот параллели именно с Ааром Шварцем, да, то это вот, то, что он делает, гораздо больше к тому, что, например, я делаю в 2009 году, то есть, какие-то вот статьи скачиваются, затем куда-то вот выкладываются на торренты или на файлообменники, вот, и так далее. И, в принципе, там, допустим, пиратские сайты, ну, где можно качать какую-то научную литературу, да, они существовали, как бы, уже давно, еще в начале 2000-х годов, вот. Ну, просто уникальность Сайкапа, она именно в его алгоритме, то есть, в том, что, ну, возможности автоматически скачивать вот эти вот статьи, и закрытого доступа по запросу пользователей, и то, что это, во-первых, сайт, насколько я знаю, там, например, Ааром Шварцем, ну, не собирался делать сайты, то есть, на самом деле, вот это вот сходство, оно очень поверхностное и чисто идеологическое. А подается, ну, а подается это, соответственно, так, что он как будто то же самое сделал, вот, ему не дали, и, соответственно, это дело я. Так, ну, то есть, если возвращаться, допустим, к аналогии с Джоан Роулинг, вот, с известной писательницей, то, например, можно взять такого вот известного русского ученого Афанасьева, да, он, как бы, ну, занимался тем, что вот собирал, как бы, сказки, ну, и публиковал книжки сказками. Ну, и, соответственно, можно было бы написать статью там, что там какая-то идейная последовательница русского ученого Афанасьева там написала Гарри Поттера. То есть, ну, есть же сходство. Действительно, сказки, они, в принципе, похожи у всех. Так, еще. Ага. Ну, я подумала, что, в принципе, вот, это же могло не только со мной такое происходить. То есть, в принципе, вот так вот веками могла вычеркиваться из истории работы женщин. То есть, даже если женщина делала что-то такое интересное по меркам ее современников, да, то находили какого-то похожего мужчину, который делал то же самое, и класс женщины просто вот перечеркивался. Потом второй, ну, второй, как бы, случай, это вот такой сайт, как Library Genesis, ну, с которым мы, как бы, сотрудничали. Так, ну, расскажу кратко про Library Genesis, я тоже, ну, я уважаю этот проект, да. Они появились где-то в 2008 году, да, с такой целью, чтобы собирать, ну, с разных там файлообменников, там, с разных пиратских книг, научную литературу, организовывать их вот, ну, какой-то каталог, сделать там удобный поиск, ну, и так далее. Ну, они собирали, как бы, именно книги, и вот именно с книгами этот проект набрал популярность, да. А вот статьи на нем, они появились, получается, ну, насколько я знаю, они уже в 2012 году появились, то есть уже после того, как Сайхаб, он наделал какого-то шума в российском научном интернет-сообществе. И тогда они также занялись тем, что, по-моему, уже стали добавлять научные статьи. Ну, почему это, об этом нужно говорить, потому что есть вот некие исследователи, американские за рубежом, которые вот даже говорили, что, мол, Сайхаб-то пишет на своем, что он первый сайт, а это неправда, он первым был Левген. Ну, и еще что, я даже читала какую-то статью в научном журнале американском, который посвящен библиотечному делу. Ну, соответственно, статья вот про Сайхаб и Левген, и там было написано вот, что есть какая-то вот группировка вот хакеров, да, Левген, которые вот, собственно, ну, в которой состою я в том числе, и которая, ну, якобы вот создала, после Левгена создала Сайхаб. Ну, что вот, во-первых, полная чушь, ну, то есть не соответствует полностью действительности. Во-первых, я не имею никакого отношения к ребятам, которые вот делают Левген, ну, помимо того, что мы просто дружим проектами, вот. И, во-вторых, да, насколько я знаю, ну, хакеров у них нету, они, и они скорее больше администраторы, и тут такое, то есть, ну, да, и вот эту вот абсолютную дезинформацию, ее допустили до публикации в научном журнале. И вот, ладно, да, если я, например, в 2016 году еще жива, да, и я могу это опровергнуть, да, или, например, сказать, допустим, что моя работа, она не базируется, что у тебя равно шпарс, ну, как бы, а если нет, то, получается, это так и осталось бы. Так, еще что здесь получается, ну, да, как известно, в 2015 году на оба проекта там Сайхаб Левген также на несколько сайтов, которые зеркалируют. Вот этот Левген, вот, сподала в суд издательство Эль-Сибир. Вот, и по этому поводу вышла вот заметка на сайте, вот, Торет Фрик, это такой вот портал, ну, портал небольшой, который освещает разные новости, связанные, там, с интернет-свободой, с пирастом, там, с цензурой в интернете, ну, и прочее. И, соответственно, ну, крупные СМИ, естественно, про это не написали, написали они. Ну, у нас, как я помню, у них там по несколько десятков тысяч просмотров, что ли, ну, если так, то есть, по-моему, это скорее где-то уровень блога. И вот я смотрела, увидела эту статью, которую, ну, заметку, которая вышла про наш судебный иск, и там вот Сайхак, он просто перечислялся, как одно из зеркал Лебгена. Ну, что, опять же, совершенно неправда, технические проекты совершенно разные, я об этом еще скажу. Ну, Лебген, это вот база статей, которая их хранит. Сайхак, он, в принципе, начинался, и самое главное в нем, там, в нем тоже есть база, но самое главное в нем это вот именно качающий скрипт, который ты издавал такую популярность. Собственно, я написала автору, тогда связалась с автором этой статьи и попросила их, чтобы они вот исправили ошибку. Он тогда предложил мне, а давайте вы на нашем портале дадите интервью. Ну, окей, сказала я. И, в общем, где-то в 2015 году, да, вот на этом портале Туррентфрик вышло мое интервью, и так получилось, что этим заинтересовался какой-то зарубежный журналист, да. Ну, тема никуда не двинулась, и только вот, как он сказал, рассылал это всем, как бы, ну, издательствам, и только через год, наконец, про Сайкап написала издательство, ну, в результате про это судебный лист написала через год. После того, как он появился, написала вот это вот крупное издательство, американское Атлантис. Вот. И сразу вот после этого произошел взрыв интереса к проекту, то есть мое кое-что вот просто засыпали запросами. Ну, это я к чему-то все говорю, что я читала, допустим, такие, ну, я читала такую манографию или книгу, называется Shadow Libraries, да, ну, которая якобы вот, ну, которая пишет вот об этих вот так называемых тенируй библиотеках, то есть вот Сайкапах, Лебгенах и т.д., и там вот как бы было, ну, как бы было такое предложение, как Сайкап made headlines. Ну, то есть с таким намеком, что вот типа Сайкап, он как-то вот несправедливо вот прославился, привлек себе такое внимание, а вот Лебген, он как-то вот в тени остался, да. Ну, во-первых, да, хотя, в принципе, это, во-первых, один из принципов там Лебгена, то есть они считают, что не надо там особо так внимания, лучше так полусекретно работать, да, а я наоборот считаю, что эту тему нужно поднимать, потому что, ну, что это такое, получается, что научные библиотеки там не только Сайкап и Лебген, но вообще, ну, даже достаточно большая куча сайтов, которые, ну, как бы не делают ничего плохого, там просто распространяют какие-то научные книги, научную литературу, они сейчас выведены из легального поля, там полностью криминализованы, вот, и эту тему, как мне кажется, надо поднимать и с этим что-то делать, но на самом деле это, об этом молчат, как бы, ну, федеральные каналы, об этом молчат крупные издательства, то есть, да, действительно, про Сайкап писали, и если там искать информацию, то создается впечатление, что про Сайкап писали много, но на самом деле, как мне кажется, ну, это же вопрос выживания науки, да, и вот если в этом масштабе смотреть, да, то по факту, ну, это, как бы, наоборот, цензура, да, ну, тот уровень освещения, который вот был дан этому проекту, это вот фактически цензура, потому что, ну, оно вот даже вот несопоставимо с тем уровнем освещения, который получали такие мужчины, как там Эдвард Сноуден, вот про него фильм не сняли, это Джулиан Асенш, и, ну, что они сделали, они, собственно, тоже открыли миру какую-то информацию. Так, еще, ага, вот, либеральные СМИ, и опять здесь про Левген, да, также в 2016 году, когда произошел всплеск интереса, вот, проекту Сайкап, соответственно, Медуза тоже опубликовала заметку, по-моему, Медуза вообще была первой газетой, которая нарушила это какое-то молчание в России, и написала о том, у меня содержится такое предложение, вот, Сайкап работает так, в запросе проверяется, если нужна будет у вас на другого сайта, если нету, это, бла-бла, обходит прибол, и так, ну, кстати, не единственное, кто так писал, это и в зарубежных издательствах, ну, и зарубежные статьи тоже вот так вот описывали работу проекта, то есть, ну, в чем тут, как бы, подлость, ну, в таком описании, ну, во-первых, да, это неправда, это полуправда, так, сначала объясню, ну, во-первых, это да, статья вышла в 2016 году, и уже к тому моменту, вот, Сайкап, он уже, как бы, хранил все научные статьи на других серверах, которые связаны, как бы, именно с проектом Сайкап, то есть, отдельно от Левгена, и, ну, достаточно много работы было потрачено на то, чтобы, как бы, статьи открывались они быстро, там, без каких-то сбоев и прочее, то есть, если вы зайдете, допустим, на Левген, будете качать именно статьи на Слевгена, то там, это будет не так быстро, как с Сайкапа, ну, насколько я знаю, по крайней мере, у них вот было так, может, сейчас они что-то поправили, да, и вот именно, как бы, скорость работы, это то, что делает его популярным для многих ученых, то есть, в данном описании, ну, вот, вся эта вот работа, которая была проделана, она полностью вычеркнута. Второе, как бы, ну, во-первых, у человека, во-вторых, да, у человека создается впечатление, да, что сайт, вот, Сайкап, он с самого начала, так и всегда работал, то есть, что он, как бы, вот, вообще, вот появился, как, ну, вот, как какой-то предатель, что Левгену, то есть, вот здесь, в данном случае, ну, Левген ставится на первое место, на нем акцентируется внимание, ну, Сайкап – это такой сайт, который, вот, ищет что-то в чужой базе, в базе Левгена, и потом, так уже, мимоходом, так, в конце, что он якобы, что он скачивает, да, входит по его и скачивает нужную статью, хотя, как бы, реальность, она в том, что появился, да, никакой базы не было вообще, да, то есть, работал только вот этот вот алгоритм скачиванием статьи, ну, с нужного журнала, ну, а вот с базой Левгена, ну, я стала сотрудничать, что в 2013 году они просто накопили у себя в базе, там, какое-то количество научных статей, там, несколько миллионов, да, и тогда я дополнительно, вот, к тому, что делал Сайкап, я стала проверять, что вдруг там есть, и тогда, если есть, то отправляла пользователей туда, вот, то есть, это не было, никогда не было, как бы, основным, то есть, Сайкап, он получил популярность именно за счет вот этого алгоритма, потому что, если у вас есть база, даже вот какая-то статья, да, то статей там десятки миллионов, и в них, то есть, и все равно в вашей базе не будет всего того, что нужно ученому, ученому, да, то есть, конечно, вы можете скачать и накопить полную базу, ну, вот, как сейчас у Сайкапа, это 70 миллионов, да, но это, представляете, займет, сколько времени и труда, а что делал Сайкап, он вот просто, как бы, ну, он сейчас так делает, берет любой запрос, да, и скачивает, ну, независимо ни от какой базы, может скачать любую статью по запросу, я думаю, именно, ну, это и позволило ему, как бы, привести такую популярность, и вот этот алгоритм смог, как бы, неспешно выкачать там за несколько лет работы 70 миллионов лучших статей, вот, потому что, если даже с тем же, опять, Арм Шасман с сравнивать, то он, да, он качал тоже миллионами, но качал, вот, пытался это все очень быстро скачать там, качал с такой скоростью, с той, что сайт G-Store упал просто, и это было замечено, и, соответственно, заблокировали ему скачку, и вот, ну, в результате арестовали, то есть, как он качал это все в течение нескольких лет, да, ну, вот, то есть, вот, самый главный это алгоритм, а здесь, вот, как бы, на первое место поставлено то, что это просто вот в чужой палец что-то проверяется, и, соответственно, эта информация, она была в широкорости режима, она попала даже в Википедию, и там написали, что вот СЭХА – это search engine, то есть, поисковой движок, поисковой движок, который, вот, значит, ну, да, открывает тост, то есть, то, что это вот поисковой движок, это вот неверно с технической точки зрения просто даже, ну, это не поисковой движок абсолютно, да, поиска на СЭХА никогда в жизни не было, если говорить вот строго технически, вот, никакого поиска, но Википедия эта информация плотно зафиксировалась, и удалить ее оттуда составило очень больших трудов, да, почему? А потому что Википедия опирается на такие, на так называемые авторитетные источники, которыми она считает средства массовой информации. То есть, вот, написали про вас в средствах массовой информации чушь, все, ну, и все. И это, это, так что у меня даже появились мысли о том, что, может быть, мы вот живем в какой-то вот иллюзорной реальности, может быть, на самом деле, все вот женщины создавали, просто их вклад каким-то вот образом вот так вот хитро вычеркивали, да, и сейчас нам кажется, что, вот в принципе, никаких-то великих женщин никогда и не было. Вот. Так. Ну, а? Мужчина обычно говорит по этому, как бы, когда говорят, что, ну, смотрите, если пользовать право, попное право, то вот так, мужчина в семье, это тот человек, который любил право на голос, То есть мужчина два стихи, а женщина в оклах. То есть волос принадлежит его мужчине отцу, и если у них есть дети, то мужчина женится, тогда он имеет право на волосу, тогда он будет вкладываться. Ну ладно, я в общем это еще хотела поговорить. А мужчина, он как бы, если жена, если он... Не, ну я поступаю, да. Вот это и женщина. Ну ладно, я еще, короче, хотела поговорить в заключении о таком явлении, как дискриминация женщин в IT. Конечно, вот говорят, что да ее нету там, если вот женщина там может что-то, то никто ее там не будет как-то дискримировать. Ну, конечно, это чушь полная, но я опять же не скажу именно про какие-то коммерческие работы, поскольку я, собственно, в какой-то организации я никогда не работала, ну, только короткое какое-то время. Я в основном работала как программист по заказам, то есть на фрилансе. Ну, там вот как бы свободный вот этот вот рынок, да. Хотя и там говорят, что если там зарегистрироваться как мужчина, то вам это заказы будет поступать больше. Но я этого не проверяла. Поэтому я просто вот расскажу про где-то школьные годы, естественно. Я, как и все там, ну, тоже ходила на какие-то там олимпиады и т.д. И на одной из районных олимпиад там была такая штука, что, ну, все набрали практически по 0 баллов, только вот у некоторых людей там было, например, по 5 баллов и еще у кого-то там по 20. И в число этих счастливчиков, у которых касалось там 20 баллов, вошла и я. Вот. А 5 баллов там набрала одна девушка. Ну, вот, по-моему, я и эта девушка, мы были две девушки, и все остальные были пары на этой олимпиаде. В общем-то, когда преподаватель стал это зачитывать списки, ну, кто там сколько баллов набрал, он дошел на фамилии этой девушки в 5 баллов, прокомментировал. Ну, наверное, это случайно получилось. Потом, когда он дошел уже на моей фамилии, ну, где было 20 баллов, я всегда, естественно, в конце списка, у меня фамилия на букву «Р». И начал спрашивать Элбакян Александр, где Элбакян Александр. А он подумал, что букву «А» вот в конце моего имени – это просто опечатка. Вот. И так. Кажется, еще какая-то история. А, да. Когда я еще, ну, где-то вот, может быть, в подростковом возрасте был такой вот… Я читала такой вот журнал «Хакер», да, и я тогда еще вообще ничего не знала ни о феминизме там, и не интересовалась политикой абсолютно, да, но уже тогда мне было неприятно читать эти статьи, потому что там почему-то ко мне постоянно обращались как к мужчине, и меня, если честно, от этого какие-то, ну, эмоции вот такие вот вызывало странные. Так что, ну, это все реально, да, и это, ну, действительно есть, и, как мне кажется, да, ты исключай женщин. Так, еще. Такой момент. Ну, как я сказала, что подписка на научные статьи, она очень дорогая, да, и поэтому сейчас, получается, позволить себе иметь легальный доступ к научным статьям могут только люди, которые являются членами каких-то институтов, ну, каких-то вот крупных этих организаций, там, полу-государственных, да, вот. Ну, если вы, например, открываете всякую-то научную лабораторию у себя в гараже, то, ну, по идее, у вас доступа к литературе быть не должно, то есть не может. Ну, многие стартапы, они используют Сайхаб. Вот. Ну, и, соответственно, люди, которые, они каким-то образом исключаются из этих институтов, может, какие-то нестандартные люди, ну, или, как правило, вот женщины, да, они тоже, соответственно, вот, сразу, как бы, соединяются от доступа к научной литературе. Ну, вот. Такой ситуации Сайхаб управляет. Кстати, я сейчас вот еще общаюсь с пользователями, ну, спрашиваю людей, кто как использует Сайхаб. И мне, как бы, уже, ну, как две или больше женщин сказали, что удобно, когда мы в секрете, например, с ребенком сидишь, да, соответственно, ты же в институт не ездишь, да. Ну, конечно, там есть всякий вот удаленный доступ, вот, как правило, это все не работает, да, и чем в библиотеку не поедешь, чем пользоваться, пользуется Сайхабом. Ну, вот как-то так. Так, ну, вот, собственно, это вся информация, которая у меня у вас сегодня была. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.